МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Первый пошел. В Чувашии началась досрочная сдача единого государственного экзамена. Узнайте все, что интересует, и спите спокойно. Налоговая инспекция приглашает на день открытых дверей. Если люди не идут на выставку, выставка сама придет к ним. В Чувашии стартовал проект «Караван искусств». Глава Чувашии находится в командировке в Нижнем Новгороде. Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в ПФО. Руководители регионов обсудили развитие рынка жилищного строительства. В республике за два прошедших месяца было построено свыше 550 квартир. Увеличились на 40% и темпы ввода индивидуального жилья. В прошлом году в Чувашии было введено порядка 160 тысяч квадратных метров. По прогнозам, в 2018 году покупательский спрос в регионе увеличится в несколько раз. Сильный президент, сильная Россия. Чебоксарцы выразили поддержку избранному главе государства Владимиру Путину. Более 4 тысяч горожан приняли участие в праздничном концерте при уроченном году добровольцев. Подробности у Дмитрия Ковалева. Песни о сильной стране на по-настоящему грандиозном празднике. Трибуны Ледовой арены были забиты до отказа. Прямо сейчас на сцене Ледового дворца Чебоксары арена вручают награды людям, имена которых известны многим горожанам. Руководители предприятий, ректора вузов, заведующие детскими садами. Их вклад в развитие столицы республики сложно переоценить. За профессиональные успехи государственные награды. В этот раз их обладателями стали более 100 человек. Благодарности и знаки отличия должны стать стимулом двигаться дальше в единой команде. Люблю эту работу. Нравится мне работать. Всегда мечтала работать в детском садике. Именно воспитателем. Да, это именно мое место. Мы развиваемся дальше. Если сегодня еще какие-то очереди есть, каких-то услуг не хватает, то завтра мы про это, я обещаю, забудем. Страна развивается, республика, город. Мы себя считаем лидерами. Россия, отметил глава региона, устремлена в светлое будущее. Развитие страны во многом зависит от молодых людей. Слова благодарности звучат и в адрес волонтеров. Их количество в республике увеличивается. От всей души хочу выразить слова благодарности молодым, неравнодушным, ответственным, целеустремленным волонтерам, которые без страха взвалили на себя определенную миссию оказывать содействие, оказывать помощь. Мы, государственные политики, создаем благоприятную среду для самореализации молодых людей. Кульминация праздника – концерт звезды российской эстрады Натальи Королевой. Артистка исполнила популярные хиты. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, «Республика». Отчетный период. В налоговых инспекциях Чувашии начались неоткрытых дверей. Все желающие могут получить бесплатные консультации по заполнению налоговой декларации. В этом году индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам и тем, кто в прошлом году продавал недвижимость, отчитаться нужно будет не позднее 3 мая. На приеме побывала и моя коллега Галина Титарчук. Декларационная кампания по доходам граждан за 2017 год в самом разгаре. Чуть больше месяца остается до ее окончания. Поэтому посетителей в налоговых инспекциях вдвое больше обычного. Наплыв большой, а в этой части по варваре декларационной кампании. В прошлом году у нас посетили где-то 2000 налогопательщиков и они представили нам 1500 деклараций. Большинство у нас на сегодняшний день вычеты, это имущественные вычеты от реализации непосредственно квартир, от покупки, имейте в виду, а также от лечения, от обучения. Николай Сильванов как раз и заполняет налоговый вычет за обучение сына. Старается приходить сюда именно в дни открытых дверей. Пришел, получил налоговый вычет за обучение сына. 13% возвращают за оплату обучения. Прихожу и каждый год мне здесь помогают, подсказывают. Очень хорошо. Специалисты налоговых органов перешли на особый режим работы, принимая желающих отчитаться с 9 утра до 8 вечера. Каждому помогают правильно заполнить и распечатать налоговую декларацию. Кроме этого, здесь же можно проверить свою задолженность и подключиться к сервису ФНС России. Личный кабинет налогоплательщика. Личный кабинет физического лица полезен тем, что там можно получить актуальную информацию в части своего имущества объекта, в части недоинки, задолженности, в части суммы уплаченных и неуплаченных платежей получить можно фактически. Есть возможность распечатывать 3НДФЛ, заполнять, во-первых, потом распечатывать 3НДФЛ декларации, и еще можно в электронный витя его сразу на уборку направлять. Кто не успел посетить дни открытых дверей 23 и 24 марта, могут сделать это 23 и 24 апреля. Сотрудники ФНС напоминают, что уплаченные вовремя налоги – гарантия хорошего самочувствия. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика. В Чувашии началась досрочная сдача единого государственного экзамена. В этом году более 250 человек проверят свои знания по русскому языку, математике, обществознании, истории и физике. Именно эти предметы оказались наиболее востребованы. Всего в этом году ЕГЭ сдадут более 6 тысяч человек. ЕГЭ для многих выпускников – это не только серьезная проверка знаний, но и содержимое карманов. Чтобы добраться до пункта сдачи экзамена, необходимо пройти проверку на наличие запрещенных предметов. Нарушений с каждым годом становится все меньше. Металлоискатели, видеонаблюдения в режиме реального времени приносят свои плоды. В век современных технологий в охране нуждаются не только люди, но и их реальные знания. Технические новшества значимые были введены в прошлом году, когда выпускникам распечатывают кемы прямо в присутствии самих выпускников по аудиториях. Раньше, конечно, этого не было. В этом году новшеством является то, что сами бланки, куда ученики и выпускники записывают ответы, они тоже распечатаются в аудиториях. Конечно, это связано с тем, чтобы не было утечки информации, чтобы это было все объективно. Экзамен пришли сдавать не только выпускники последних лет, но и те, в чьи времена о такой форме проверки знаний и не думали. Владимир, уже состоявшийся бизнесмен, планирует развиваться в этом направлении. Без образования не обойтись. Моя первая идея, честно сказать, волнуюсь, как какой-то первоклассник. Я надеюсь, наши те учителя, которые, скажем так, нам порвали знания еще в те времена, советская школа, она образовательная была очень сильная. Я надеюсь, все-таки где-то у меня сейчас подсознание-то все включится. И то, что я знал, я надеюсь, я сейчас вспомню и приведу здесь. Любой экзамен всегда стресс для детей и родителей. Во время сдачи ЭГЭ будет работать горячая линия, где можно будет получить любую консультацию. Татьяна Филатова, Борис Андреев, Республика. Новый ледовый объект появился в селе Юнга Маргаушского района. 60 на 30 метров. Таков размер новой многофункциональной спортивно-оздоровительной площадки. Это настоящее поле для соревнований. Для удобства юных спортсменов предусмотрена теплая раздевалка, а современное освещение позволит детям весело проводить время до самого вечера. Спортивный объект появился в рамках программы развития общественной инфраструктуры. Основанных на местных инициативах. Подробнее в сюжете Олеси Русаковой. Не только село, но далеко не каждый город Чувашии может похвастаться такой хоккейной коробкой. Соорудить ее для зимних видов спорта решили на совещании актива прошлой весной. Специалисты озвучили цену вопроса. Сумма жителей не испугала. Они решили вложиться в хорошее дело. Софинансирование оказали местные, районные и республиканские власти. Из этой суммы 1,638,60% по программе выделяет республика. Это почти миллион. Это очень хорошая помощь. 20% это бюджет сельского поселения. Это 327,000 больше. И средства населения с юрлицами. В прошлом году на территории района было реализовано два проекта инициативного бюджетирования. В этом году уже 14 проектов прошли конкурсный отбор. Общая стоимость предполагаемых к реализации проектов у нас более 11 миллионов рублей. И в том числе участие населения и местного бизнеса более 2 миллионов рублей, поскольку сама программа предполагает обязательное участие населения. В прошлом году через эту школу, школу инициативного бюджетирования, у нас прошли порядка тысячи человек. В этом году предполагаем участие где-то 3,5-4 тысяч человек. Ну, а людей, которые смогут воспользоваться, конечно, получено благами значительно больше. Спортивная площадка получилась качественной. Бортам такой коробки не страшны ни щелчки шайбы, ни сильный мороз, ни случайные столкновения. К тому же они не травмоопасны. Режим работы спортивного комплекса круглогодичный. Летом здесь будут проходить турниры по баскетболу, волейболу и мини-футболу. Ну, а сейчас пока еще низкая температура. Если в светлое время дня каток облюбовали воспитанники детского сада, то к вечеру он становится местом, где рассекают лед юноши и девушки. Я прихожу сюда каждый день. Мы играем в догонялки, там, в прятки. Я хочу научиться кататься на коньках. Спорт – это здоровье для человека. Наши школьники, дети, занимают всегда первые места. Они и раньше здесь катались, но площадка не такая была. Но сейчас это радость для детей. Они еще сильнее будут стараться. Надеюсь, на наших детей. Спасибо всем. Сегодня в селе Юнга проживает почти 800 человек. Здесь много детей. Молодежь остается на селе, потому что жизнь меняется к лучшему. Благодаря им здесь многое изменилось. По программе инициативного бюджетирования в этом году жители села хотят построить еще и детскую игровую площадку. По этой программе в 2018 году мы также участвуем. Программа – это сейчас предусматривание создания детской игровой площадки. Это в селе Юнга, улице Ларготы. Средства для участия собраны. Они сейчас на счету сельского поселения находятся. На днях размещаем информацию о проведении аукциона. Идей у местных властей много. Развитию массового спорта в Маргаушском районе уделяется особое внимание. Всего здесь действует пять хоккейных коробок. В ближайшем будущем их количество планируют увеличить. Олесь Русакова, Денис Ноздрюхин, Республика. В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня в ДКЧГУ участвовали лучших коммунальщиков Чебоксар. Вода в кранах, свет в квартирах, чистота на улицах. Все эти люди каждый день отвечают за комфорт и благоустройство. Многие работают в коммунальной сфере целыми семьями. Например, династия Андреевых трудится на водоканале уже 88 лет. Справа от меня сидит моя мама. Она работала замглава Буха. 36 лет водоканале у нее стаж. А слева сидит мой отец. У него 39. Он работал водителем в моем цехе в транспортном. Всю жизнь я мечтала работать в водоканале. Мы вложили душу, здоровье, все свои умения, опыт в работу. И трудимся на благо города. ЖКХ уже давно называют третьей бедой России. Но с каждым годом эта отрасль понемногу совершенствуется. Внедряются новые технологии и механизмы, вводятся другие правила и стандарты. Мощно представлен комплекс на территории города. И работают все эти механизмы как часы. Есть полное взаимодействие, есть поддержка друг друга. Вы создаете стабильную, добрую атмосферу в городе. По традиции лучшие предприятия и работники сферы ЖКХ получили в профессиональный праздник почетные грамоты, благодарности и медали. Благодарность вам, чем вас корреспублика. И объявляется Васильеву Владимирову Валерьевичу. Татьяна Леонтьевна, Валентин Русакова, Денис Ноздрюхин, Республика. Профессиональный праздник отмечают и деятели культуры и искусства. Сегодня творчески активных, самобытных и талантливых поздравили в ДК «Тракторостроителей». Праздник тех, кто дарит праздники другим. Музыканты и актеры, художники и хореографы, скульпторы и библиотекари. Они такие разные, но похожи в одном – таланте. Сегодня в сфере культуры Республики работает больше 6 тысяч человек. Это творческие, увлеченные, влюбленные в свое дело люди. Именно благодаря им открывается окно в большой мир под названием искусство. Наши театры с успехом гастролируют не только в России, но и за рубежом. Ежегодно открываются около 300 различных выставок, проходит более 40 спектаклей и различных по жанрам концертов. В районах Чувашии реставрируют и восстанавливают объекты культурного наследия. Модернизированы и оснащены современным оборудованием клубы и библиотеки. Только в прошлом году на развитие культуры из республиканского бюджета было направлено почти полтора миллиарда рублей. За добросовестный труд и многолетнюю службу театру, кино, печати, музеям лучшие работники культуры получили благодарственные письма и почетные грамоты. Рифат Фаткулин, Александр Магарин, Игорь Зверев, Республика. Караван искусств следует по намеченному пути. Сегодня во всех районах Чувашии открылись различные выставки. В Канажском любуются морскими просторами Айвазовского. В Порецком рассматривают лес Шишкина. Экспозиции разместились в районных домах культуры, которые в прошлом году преобразились благодаря федеральному проекту «Местный дом культуры». Искусство в массы. Пархикасинский дом культуры заметно преобразился. Сюда поставили световое оборудование, одели в новые костюмы 20 коллективов. Артисты выходят на свежеотремонтированную сцену. В прошлом году этот ДК обновили благодаря федеральному проекту «Местный дом культуры». Учащиеся школы ходят, организовывают классы, садики. У нас тут рядом садики тоже. То есть получается, молодое и подрастающее поколение у нас получает то, что наравне с городскими ребятами. Красивую форму наполнили культурным содержанием. В каждом ДК сегодня появилась выставка репродукций мировых шедевров. Первые посетители слушают поэтичный рассказ экскурсовода о русском пейзаже. Когда-нибудь может вода выглядеть золотой? Да. А когда? Да, оказывается, ребят, в некоторые моменты солнце так красиво освещает это место, что кажется, будто вся вода становится золотой. И форма у него такая изогнутая, как рог. Вот это красивое место Василий Поленов изобразил в своей картине. В музейной работе у нас в этом отношении пробел был. А сейчас вот очень интересное направление. Вот этот пробел мы сейчас заполняем. Три раза в год экспозиции будут обновлять. Русский пейзаж отправится в следующий район. И сюда привезут выставку из другого муниципального образования. Поэтому проект и называется «Караван искусств». Его курирует культурно-выставочный центр «Радуга», который уже 18 лет занимается экскурсионной деятельностью и теперь делится опытом. Каждая выставка сопровождается обширным экскурсионным материалом, который можно использовать и дополнять его своими наработками. Творческий механизм запущен. Среди школьников здесь объявили конкурс. Им предложили самим составить и провести экскурсии по художественной галерее. Вдохновилась очень, потому что экскурсовод показал класс, можно сказать. И очень бы хотелось попробовать в роли экскурсовода. Через три месяца «Караван искусств» снова двинется. И во всех домах культуры обновятся выставки. И так по кругу в течение семи лет. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика. Весь мусульманский мир отмечает Навруз, праздник весны. В Дом дружбы народов, который совсем недавно открылся в столице Чувашии, съехались представители разных диаспор. Узбекской, туркменской, таджикской, азербайджанской и других. Традиционно гуляние начинаются в день весеннего равноденствия. Люди готовятся к будущей полевой страде. И согласно поверьям, от щедрости в этот праздник зависит будущий урожай. Пиалы с крупами и проросшими зернами являются обязательным символом праздника весны и обновления. Это у нас вросшееся зерно. В Азербайджане это предвестник весны. Его сажают весною перед тем, ну, вот как у нас Пасха есть. А у них есть, у них тоже самый праздник был вчера-сегодня. Они также красят яйца, они также ходят по гостям, дарят эти яйца, представляете? А это зерно вросшееся. Они ставят его в воду и если он густо вырастает, это предвестник того, что будет хороший урожай. Навруз – уникальная возможность для десятков национальностей показать свою самобытность. В Саджикистане на праздничном столе, например, должно быть семь блюд, название которых начинается с буквы «С». А узбеки традиционно угощают ароматным пловом. Это узбекское национальное блюдо плов. В составе это морковка, мясо и рыс, один лук. Ну, это секрет у него, много жарить надо, много жарить, потом вкусно будет. И, конечно, празднование Навруза не обходится без танцев. Это музыкальный инструмент, очень древний, в общем, называется, что в переводе означает «круг», в общем, который формы она имеет. Его играют, в общем, обычно на свадьбах у нас, в общем, когда за невестой едут, в общем, и начинают играть, в общем. И как бы зовут невесту, в общем, чтобы она подготовилась и вышла перед женихом. Навруз – праздник сохранения мира и согласия. Праздник гармонии в каждой семье. В этот праздник забывают все обиды. Раньше в эти дни прекращались войны. Это праздник связан с весной, с радостью жизни. Это праздник, я считаю, объединяет, видите, сколько народов, сколько национальностей здесь. Такой праздник, он очень необходим, очень нужен. Здесь показаны национальные культуры, национальные кухни разных народов, разные национальности. Здесь люди очень с позитивом пришли. Галина Титарчук, Дина Кустова, Атнер Корсаков, Республика. На национальном телевидении при поддержке Министерства информационной политики и массовых коммуникаций начали сниматься грантовые передачи. Среди них полюбившийся зрителю несколько лет тому назад проект «Из золотого ларца», премьера которого будет в это воскресенье в 18 часов. Программа «Из золотого ларца» начала выходить в эфир еще в 2012 году. Из года в год она набирала популярность. В течение трех лет автор передачи Светлана Олегимова со съемочной группой пытались запечатлеть и заархивировать богатство чувашской культуры. Выезжая в районы республики, встречались с хранителями древнего фольклора, снимали старинные обряды и подробно показывали уникальные, сохранившиеся до наших дней культовые вещи. В этом году создатели передачи решили сделать акцент на персонализации великих сыновей и дочерей нашего народа. Первая передача посвящена просветителю чувашского народа Ивану Яковлевичу Яковлеву. Помогают им в этом сотрудники Чувашского национального музея. ПЕСНЯ Это все, о чем мы успели вам рассказать. А я с вами прощаюсь. Хороших выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА